Всем привет! Буду сейчас по-быстрому объяснять, как нарезать тяги. Долго сусолить не буду. Берем резину Precise. С Китая заказываем либо покупаем Тернео Спортмастер серый, либо фиолетовый. Фиолетовый быстрее, но живет меньше. Серый живет дольше, скорость меньше. Precise у меня 0,75. Толщина у него такая. Он не светло-желтого, а темно-желтого цвета. После чего пришла нам резина. Нарезали трапецию. У меня трапеция 28 мм на 13 мм и длина 38 мм. Это альбатрос. У каждого своя. Путем проб и ошибок подберете как надо. После чего мы нарезали. Нам нужно привязать тяги именно вот таким способом. Очень аккуратненько. С помощью спандекса. Кто-то использует лапшу. Вот эту вот. Нафиг надо. Кто-то использует вощеную нить. Это 9 грамм. Мое уважение. После чего есть еще у нас гикоидер, который тоже использовал и лапшу, и нить вощеную с помощью узла констриктора, как учил 9 грамм. Мы это все делали. Мне зашла нить с помощью спандекс. Ну, привязывать тяги к ожитку с помощью нити так называемой спандекс. Она используется в бисероплетении. Стоит копейки рублей. Где-то 50, где-то 100. У нас она стоит 100 рублей. Толщина как можно толще старайтесь выбрать, которая есть. Я нашел примерно 0,8 по-моему. Она есть круглая, есть плоская. Какая вам попадется. Именно спандекс. Так просто приходите в магазин рукоделия и говорите, мне нужен спандекс. Далее. Кожеток. Кожеток у меня примерно 7 сантиметров. С тремя отверстиями. Одно направляющее. Два вспомогательных. Где? Вот. Не вспомогательных, а отверстия, в которые вставляется именно тяга. Отверстия, которые так называемые вспомогательные, я назвал, они должны быть с прорезью. Эта прорезь служит для равномерного распределения нагрузки на сам кожеток. Если этого не сделать, вся нагрузка ляжет вот на эти вот маленькие плечики. Которые слева и справа от отверстия находятся. После чего им придет хана. Здесь же видно вот на моей тяге, которая уже очень много живет. Кожеток. Он примерно из кожи Crazy Horse. Возможно я ошибаюсь, но очень похоже. Она вначале вообще прям как деревяшка. Я ее согнуть не могу. Но после она пропиталась маслом от подшипников, которые у меня с СТО. Соответственно они плохо промыты. И в принципе это даже хорошо. Вот видно, что он даже черненький немножечко кожеток стал. Но это ему ничего не будет. Уже здесь более 500 выстрелов с этого кожетка. Я точно это знаю. Потому что шаров очень много ушло. И как видите, он еще столько же проживет. Соответственно кожу я рекомендую эту. Способ привязки я рекомендую с пандексом. Кому как по кайфу, привязывайте ребят. Ваша точность, ваша безопасность. Я за нее не несу ответственность. Я несу ответственность только за себя. И свои способы привязки. И в принципе за все то, что я делаю. Соответственно, как привязываем. Мой способ. У вас может быть свой. Беру спандекса. Примерно 10 сантиметров отрезаю. Прикладываю к резинке. Обратите внимание, что тяга при протаскивании через кожеток должна быть на выходе вровень с кожетком, когда вы ее согнете. Если вы будете делать больше или меньше, соответственно длина тяги у вас будет использоваться разная. Соответственно точность разная. Соответственно все плохо. Приложили спандекс, взяли тягу, оттянули. Не получилось. Еще раз. Будем это делать все в прямом эфире. Потому что мне лень монтаж делать. Мопс, тихо. Так, извините, у меня песель. Я с ней делать ничего не могу. Итак, оттягиваем. Оттянули. Вот, видно. Оттянул. После чего делаю. На спандексе можно делать примерно оборотов 10. Что мы и начинаем делать. Итак, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Прижали, поджали. Взяли резинку. И вяжем. И вяжем обычный бабий узел. Так называемый. Воровской, бабий, как угодно. Вам нужно зафиксировать. Одну резинку с другой. Чтобы она не раскручилась. Кто-то использует железки для продевания в ушко иглы нити. Я же не заморачиваюсь. И делаю так. Вот у меня есть узелок. Сейчас еще раз сделаю. Для надежности. И все. Резина сама себя законтролирует. Все. Вот так. Делается привязка. После чего мы берем. Протягиваем это на всякий пожарный хорошенько. Берем ножницы. Аккуратненько оттянув. Спандекс. Отрезаем. Оставляем хвостик небольшой. Это не критично. Если что вы потянете. Если вдруг увидите то что ползет. Но нет. Пока такого не было. И так же мы отрезаем вот этот хвост. Это делать нужно аккуратно. Вот так. Все. Аккуратно я привязь. Ничего не тянется. Все четко. Так. Нож. Рекомендую при резке тяг использовать. Вот такой круглый. Продается в Лерухе, в Китае, где угодно. Нож Архимеда называется. К нему сразу купите диски. Почему не рекомендую отрезать тяги с помощью обычного ножа для бумаги канцелярского. То что при разрезе вот этот нож вы контролируете полностью. То есть ваш рез он зависит только от вас. При разрезе от... При разрезе с помощью канцелярского ножа. Объясню сейчас наглядно. Когда вы тянете нож, лента гуляет. И уже не только от вас зависит, как вы отрежете, а от того еще, как гульнет лента. Конечно, вы можете кропотливо сидеть и резать. Это ваша проблема. Но я настоятельно рекомендую не полениться. Заказать комплект из ножа, резины. Если даже найдете спандекс, там просто вообще классно будет. Кожу рекомендую вообще заказать где-нибудь у местного кожевинника, который занимается кошельками и кошельками. Прийти пощупать, потрогать эту кожу. И он вам подскажет. Если что-то даже не так. Так что так. Если что, пишите. Я в любом комментарии вам отвечу.